Здравствуйте, я зовут Франческо, сегодня на моей кухне готовим вместе с мой друг фермер Наил, который принесли немножко продуктов из фермы. Начинаем готовить, да? Да, наверное, приступим. Ну, окей. Делаем завтрак, окей? Завтрак, я думаю, что будет омлет, самый подходящий завтрак у нас в сегодняшний день. Стараемся. Для приготовления омлета нам понадобится бекон, шампиньоны, репчатый лук, зелень и гусиные яйца. Из фермы то что? Яйцо гусиное. Это яйцо гусиное. Я думаю, это самое подходящее яйцо для сегодняшнего завтрака. Ну, посмотрим. Самое-то главное, что их немного надо. Ну, оно большое, да-да-да. Молоко. Молоко козье. Козье? Да. У нас прекрасные козы. Ну, я знакомый твои козы. Да. Наиль Хатыпов – владелец комплексной фермы семейного типа. В его хозяйстве есть романовские овцы, заанинские козы, гуси и другие животные, а также собственная сыроварня. Это у нас овечий сыр, а это вот твоих знакомых. Это козы. Хорошо. По очереди обжариваем бекон, лук и шампиньоны, после чего начинаем взбивать гусиные яйца. Для хорошего омлета – это какой? Все добавлю молоко, а мы добавим вода. А в принципе, какой вид завтрака ты готовишь на ферме? Ну, у нас первый завтрак – это чай с горячими бутербродами, а уже второй завтрак – это каша. Раз у нас есть молоко, конечно, это каша. Расскажи, по твоей ферме, как там? Приехали мы недавно из Тюмени, привезли специальных овец, которые мы долго искали. Это порода романовские овцы. Самый вкусный сыр из какого молока? Овцы. Овцы. Ну, вот видишь, это, кстати, открою секрет, что об этом нам рассказал сам Франческо. Можно сказать, ты новый модофермер, который говорит по КЗИ, на которой рубашка. Да, вы знаете, я думаю, что есть такая программа, там, значит, ведущие развенчивают различные мифы, а мы вот развенчиваем мифы, что деревенский быт, фермерский быт, он является таким трудным, сложным, тяжелым. Однако, что это совершенно по-другому. То есть, к работе надо, к своей работе относиться с радостью. Значит, ты веселый фермер. Я веселый фермер, и поэтому я пишу песни, поэтому я их пою, эти песни. Хорошая фраза у Франческо мне понравилась. Он говорит, обычная еда – это еда для тела, а то, что готовит повар высокого поварского искусства – это еда для души. Пришло время жарить яйца. Выливаем взбитую массу в сковороду, а через 2-3 минуты выкладываем на одну половину яичницы грибы и бекон, а второй закрываем, чтобы начинка осталась внутри. Ну, посмотрим. Это для меня, это для тебя. Хорошо? Да. Омлет можно дополнить свежими помидорами, зеленью и сыром. Этот омлет у тебя тоже для души получился? Ну, конечно. Потому что с душой? Конечно. Так мало времени мы приготовили завтрак. Немного оливка и масла, которое обязательно, это не из Урала, но надо. Я итальянец, знаю, без не могу жить. И приятного аппетита. Франческо, прекрасный завтрак. Я благодарю, что ты не только приготовил такой качественный продукт, как наш, но и показал, еще поделился опытом приготовления, что омлет, вот действительно, на самом деле, я не думал, что можно приготовить таким мягким, с помощью только воды, да, и яиц. Пицца, да. Но спасибо тебе за прикольные продукты, замечательно, конечно, это редко бывает. С вами был Франческо Спампинато. Готовите с удовольствием. До свидания.